Вопрос, вам понравится, если ваша прибыль вырастет вдвое, или вы получите тысячу баксов за выходные? Вас ждут 7 советов, как стать высокооплачиваемым специалистом. Давайте определим, что означает быть экспертом. Для меня эксперт – это человек, который инвестировал время, силы и работу в дело, и они уверены в том, что делают. Конечно, многое зависит от области, в которой работаешь. Если хочешь стать экспертом в хирургии, то должен понимать, что это путь на 30 лет, не меньше. 10 лет учебы и еще 20 лет практики. Но если говорить об онлайн-маркетинге или продажах, то тут можно стать экспертом гораздо быстрее, если достаточно приложить усилий. Первый шаг высокооплачиваемого эксперта – специализация на решении горячих проблем. Если ты не понимаешь проблему, которую решаешь, не знаешь, какую ценность ты приносишь компании, или если ты консультант и ищешь новые заказы, но ты не знаешь ту ценность, которую можешь принести компании, тогда тебе надо сфокусироваться на чем-то одном. Стать в этом очень хорошим специалистом, который будет приносить компании большую ценность. Давайте приведу пример заботы о клиентах. Скажем, вы специалист по клиентскому сервису. Вы специализируетесь на сокращении возвратов. По факту у вас есть система, которая сократит возвраты вдвое за 30 дней. А за 90 дней количество возвратов снизится до 5% с момента, как вы начнете работу. Таким образом, вы станете незаменимым специалистом в компании. Компания будет готова попрощаться с любым сотрудником, но никогда не отпустит вас. Или когда приходит время роста по карьерной лестнице, то вы можете легко доказать, что вы достойны этого. Потому что вы осознаете свою важность и ценность, которую вы приносите компании. Второй шаг, чтобы стать экспертом, никогда не прекращай учиться. Господа, это марафон, а не спринт. Что забавно, вы ходите в колледж и получаете всю эту информацию. И многие относятся к этому как к спринту и перестают учиться. Затем люди считают, что они готовы начать работу и что знают все необходимое для успешной карьеры. Но нет, надо быть открытым. Столько возможностей. Существуют книги, аудиокниги, электронные книги. Если говорить о курсах, то есть оффлайн курсы, онлайн курсы. Третий шаг, чтобы стать высокооплачиваемым экспертом, применяй в работе знания. Если ты прочитаешь книгу, как научиться кататься на велосипеде, ты сможешь сразу поехать на велосипеде? Нет, необходимо выйти на улицу, сесть на велосипед, пару раз упасть, поцарапать коленки. Это составляющая обучающего процесса. Найми себе коуча, обзаведись человеком, который будет тебя стимулировать делать то, что необходимо сделать. Знания – это одна часть уравнения. Вторая часть – это принимать активные действия. Четвертый шаг, чтобы стать высокооплачиваемым экспертом – выбрать правильную нишу. Необходимо быть искренним самим собой. Спроси себя, чего ты хочешь? Хочешь денег? В этом нет ничего плохого, если это то, что ты хочешь. Тогда выбери ту нишу и область, где ты будешь ближе к деньгам. Например, финансы. Иди в B2B, где можно сделать намного больше денег. Но, может, ты хочешь больше времени проводить с детьми, со своей семьей, где-нибудь на природе. Тебе нравятся необычные места, и ты любишь фотографировать. Тогда можно попробовать стать фотографом. Это может стать твоей специальностью, и ты будешь понимать, что ты делаешь и какую ценность приносишь. Пятый шаг, чтобы стать высокооплачиваемым экспертом – делитесь своими достижениями. Я вообще большой фанат контент-маркетинга. Может, вы умеете писать статьи, делать подкасты или видео. Так много вещей, которые можно делать, чтобы поделиться с миром и составить свое онлайн-портфолио. Человек, который будет платить вам деньги, он хочет снизить риски. Он хочет быть уверенным в том, что покупает. И самый лучший способ – это продемонстрировать свою экспертность через портфолио. Шестой шаг, чтобы стать высокооплачиваемым экспертом – создайте ясное предложение и фокусируйтесь на этом. Когда вы углубляетесь в специализации, самое сложное – это отказать. Сказать «нет» легким деньгам, халтурке, которая не самая лучшая возможность для вашего развития. И если вы соглашаетесь с этой возможностью, то вы говорите «нет» возможным предложением по вашей нише. Просто необходимо чуть-чуть подождать. Так что говорите «нет» плохим предложением и «да», крутым возможностям. Итак, следующий шаг, чтобы стать высокооплачиваемым экспертом – это напрягает многих ребят, потому что они правополушарные. Это инженеры, айтишники, они интроверты и боятся знакомиться с людьми. Они не любят ходить на публичные мероприятия. Они считают, что это плохая работа, которая забирает очень много энергии. Это не то, что им доставляет удовольствие, и они в этом не очень хороши. Знаете эту поговорку? «Не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь». Я не согласен с этим выражением. Важно и кого ты знаешь, и что ты знаешь. Но многие на этом моменте забываются. О необходимости становиться лучше. Я по натуре сам интроверт, но я смог преодолеть это и начать снимать видео, ходить на мероприятия, пожимать руки, разговаривать с людьми, не теряясь при этом, предлагать им свои услуги. Потому что я знаю, что то, что я им предлагаю, может изменить их жизнь к лучшему. Это больше связано с созданием дружеских отношений и решением проблем. Большинство компаний готовы с радостью заплатить и дать денег, если ты можешь решить горящую проблему. Если ты разбираешься, можешь преодолеть препятствия и пройти сквозь проблемы, то ты однозначно станешь высокооплачиваемым экспертом. Итак, господа, ваша очередь. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом видео. Что я упустил в нем, что бы вы добавили в него, что бы улучшить. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, делитесь с друзьями. Друзья, инвестируйте в себя. Это самый лучший вклад, который вы можете сделать. Хорошо, берегите себя и до встречи в следующем видео. Ребята, хотите узнать грязный секрет? У меня нет диплома в моде и стиле. Да, я учился у некоторых людей, я прочел сотни книг, я проходил онлайн-курсы, но я никогда не получал сертификат или степень по модельному делу. Вообще у меня диплом биолога. Я изучал основы поведения, я изучал философию, и у меня есть диплом по бизнесу и управлению. Но нет никакого диплома по высокой моде и мужскому стилю. В то же время я помог, наверное, двум ста миллионам мужчин. Так что, друзья, не ждите, что успех придет к вам. Идите и возьмите его.